Краевые соревнования по карате до минувших выходных стали ярким событием спортивной жизни городского округа. На два дня Фокинский дом офицеров флота стал центром притяжения для любителей киокушина со всего Приморского края. В состязаниях на татаме приняли участие около 200 каратистов. В составе сборной округа выступили 30 спортсменов. О ходе и результатах открытого краевого первенства по киокушин в следующем материале. Ритуальный гроб барабана стал сигналом к открытию первенства Приморского края по киокушин кайкаратэдо. На сцену Фокинского дома офицеры флота поднимаются для приветствия команды-участницы. После завершения обязательной церемонии бойцы вступают в схватку. Первыми на татаме по традиции вышли самые юные каратисты в возрасте 6-7 лет. По мере продвижения к более старшим категориям росло как мастерство бойцов, так и накал боев. В первый день соревнований состоялись отборочные бои. Во второй были проведены финальные поединки в разных возрастных и весовых категориях. Отличительной особенностью этого сезона стало участие в первенстве большого количества начинающих спортсменов, впервые принимавших участие в турнирах такого уровня. По сути, это и было одной из главных задач организаторов состязания – дать возможность молодежи проверить себя, обрести уверенность, оценить физическую подготовку. Это младший дошкольный возраст и начинающие школьники. Задача была, чтобы их далеко не возить, обкатать здесь на месте, посмотреть, в какую сторону с каждым дальше работать. Есть среди них дети, которые за 2-3 месяца показали хорошие результаты, прошли во второй, в третий и даже в четвертый круг соревнований. Фокинское спортивное общество «Киокушин» проводит соревнования по карате такого уровня на своей территории уже в десятый раз. С каждым годом турнир собирает все больше молодых спортсменов, становится шире его география. На этот раз участниками боев на предварительном этапе встали около 200 спортсменов. Помимо хозяев, на татами вышли представители Владивостока-Уссурийска Артема, Большого Камня и других территорий Приморского края. Конкуренция была большая. Все-таки против наших 30 человек во всех 14 категориях представляли нас 160 с лишним участников других городов. Это находка, они взяли нас численностью, их было 50 человек, Артем 47 человек. В Владивосток был, они привезли молодую сборную, которая выступала у них буквально в конце декабря месяца, точнее в начале декабря месяца они ездили на чемпионат Амурской области, тоже по детям 6-11 лет, и все были призерами. То есть как бы была сильная конкуренция, но несмотря на это Владивостокскую команду мы полностью все выбили. Наиболее успешными бойцами фокинской сборной в этот раз оказались Вячеслав Дебелый и Ольга Тесленко. Оба показали третий результат в своих возрастных подгруппах. Стоит отметить, что Ольга, которая занимается каратэ всего полтора года, уступила выход в финал экс-чемпионки Приморского края. Противницы очень серьезные. Девочки 18-19-20 лет бьют не хуже мужчин. Очень сильные, подготовленные, занимаются не первый год. Женщин, к сожалению, проезжают мало. Женщин вообще занимаются мало. Ждем, пока подрастут 17 лет. Там уже будет значительно больше боев, и по категориям можно будет разбивать. В завершении соревнований состоялась церемония награждения победителей турнира. Призы и медали призерам вручали руководители приморских общественных организаций «Киокушинкай Каратэдо» и советник главы городского округа Руслан Харитонович Схавребов. «Киокушинкай Александр, город Артемов. Великой ЕССР, вручок, великий, город Артемов. Великой ЕССР, великий, город Артемович Схавребов. Великой ЕССР, великий, город Артемович Схавребов.